Смотрите в этой проживой И сегодня это то, что предлагает тебе дьявол Говорит, ты служи как бы Богу, возле границы ходи Хочешь ходить в церковь, приди, поставь галочку Это не твое предназначение Когда Моисей пришел к фараону и говорит Отпусти народ, мы хотим уйти в обитованную землю Хотим уйти из места рабства, царства рабства Мы хотим уйти в обитованную землю Ему фараон предлагал несколько таких компромиссов Первый компромисс, который он предложил О котором мы говорили в прошлый раз Он говорил, вы хотите выйти принести жертву Богу? Приносите жертву в этой земле И мы об этом с вами говорили Сегодня мы будем говорить о втором компромиссе И мы понимаем о том, что в духовном мире Это прообраз для нас, правда? Египет это рабство греха Обитованная земля Земля это общение с Богом И полнота Божьей, которая Бог хочет, чтобы мы вошли И путь между Египтом и обитованной землей Вот то, через что проходит христианин И это как прообраз для нас Поэтому давайте вместе с вами прочитаем Исход 8 главу Из 28 стиха написаны такие слова И сказал фараон, он обращаясь к Моисею, сказал ему Я пущу вас принести жертву Богу, Господу Богу вашему в пустыне Только не уходите далеко И потом он еще говорит Помолитесь обо мне Вот такой религиозный, такой добрый фараон Он говорит, ну хотите идти? Пожалуйста, идите Только не уходите далеко Не уходите далеко И еще помолитесь, пожалуйста, обо мне Так вот, смотрите Я вижу, что это тот компромисс, который предлагал фараон Моисея Это тот же самый компромисс, который предлагает сегодня Сатана Божьему народу И он говорит Хотите служить Богу? Хотите Богу приносить жертву? Хотите выйти с территории рабства? Ну ладно Выйдите Но только не уходите далеко Будьте поближе, вот к моей территории Недалеко вы здесь выйдете И приносите жертву сколько угодно Хоть каждый день Но недалеко Возле территории моей Для чего? Для того, чтобы В нужное время фараонов пойти И вернуть народ израильский назад в рабстве Если они уйдут далеко Он не сможет за ними уйти, догнаться, привезти Если они будут ходить рядом Вот тогда он сможет их забрать Итак, тема моей сегодняшней проповеди Я так назвал пограничники 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 это христиане Которые Которые Стерегут границу Границу между Царством тьмы И Царством Божьим Они ходят возле границы Это тот капромисс, о котором Я сегодня говорю И я верю в то, что это сегодня Откровение для меня И для тебя Я сегодня об этом буду говорить Вы знаете, когда я готовил эту проповедь Бог еще раз, еще раз мне говорил Об этом Проверь свое состояние Ты пограничник Или же нет Ты при границе Или ты можешь уходить далеко Итак, мы видим Что это компромисс Который сегодня предлагает дьявол О неполном посвящении народа Божьего То есть это то, что он предлагает сегодня Неполное посвящение Богу Итак, первая пункт в моей проповеди То, о чем я хочу сегодня говорить Это от начала до конца От начала до конца Вы знаете о том, что Израиль Вышел из Египта И перед ним Открылся целый путь До обитованной земли Целый путь Который ему нужно было пройти И вы знаете, что самое интересное Что Израиль этот путь проходил Вот эти все стадии Вот эти все моменты Проходил Это все очень сильно Показывает нам То, через что проходим Мы с вами в жизни Смотрите Первое Это Красное море Когда они вышли Из Египта Они идут, идут И вот с этой стороны гора С этой стороны гора И они приходят Их Бог привел К самому морю Бог привел И они смотрят Здесь гора Здесь гора Здесь гора А здесь море Бог, куда ты нас привел Что, нам разворачиваться Идти назад? Они только хотели разворачиваться Идти назад Оттуда Враг Армия Фараон И они Господи Что мы здесь Ты нас здесь Хочешь убить? А Бог говорит Слушай Подожди Не паникуй Все идет по плану Все идет по плану Ты в тупик Пришел По плану Бога Господи Тупик По плану? Да Знаешь для чего? Чтобы ты осознал Что дальше По человечески Я не могу идти Мне нужен Сверхъестественный Бог Который может Открыть Любое Море Который готов Открыть Любое Море Сегодня И некоторые из нас Находятся в таком тупике И ты кричишь Господи Почему? Здесь гора Здесь гора Здесь море Там враг И я за Ловушки Нету работы Я заболел У меня проблемы Здесь и здесь Все И я не знаю Что делать Я как будто в ловушке А Бог говорит Я тебя сюда привел Для того Чтобы ты посмотрел Не на море Не на болезнь Не на врага Не на анапломет А посмотрел куда? На меня И когда ты посмотришь на меня Я тебе скажу Что делать И тогда Откроется перед тобой Море И что интересно Море так откроется Перед тобой Если ты посмотришь на Бога Что ты сам пойдешь Что ты даже Машинами поедешь Машинами поедешь Просто пойдешь Через это море Бог перед тобой Откроет такую дорогу Что ты просто Своим караваном Поедешь Потому что Бог Всемогущий Он сделает тебе Highway I-Fly Посередине моря Если ты Обратишься К Богу Вот в такой Критический момент Твоей жизни И весь народ сказал Аллелюя Смотри Они прошли Вышли Дальше Что они видят Они зашли в пустыню Следующий Пустыня Господи Пустыня Кому из вас нравится Пустыня Мы были В египетской пустыне Я хочу сказать Не самое лучшее место Для жизни Не самое лучшее Песчаные бури Песок Зной Ночью холодно И так далее Не самое лучшее место Интересно Что пустыня Это тоже Богом Определенное место Которое Мы должны С вами пройти В пустыне Формируется Характер Человека В пустыне Формируется Мировоззрение Человека В пустыне Испытываемся Мы В пустыне Происходит Закалка Я хочу сказать Каждый человек В своей жизни Хоть раз Но он пройдет В пустыне Слышите? Слышите? Что я сказал? Каждый человек В своей жизни Хоть раз Должен пройти В пустыню Если Если сегодня Прошел в пустыню Хорошо То есть Когда ты сможешь Пройти в пустыню Выйти из пустыни Тогда Когда пройдет Окончательная Закалка И формирование Нашего С вами Скажите это слово Характера Поверни Соседу Скажи Характер Должен быть Должен быть Сформирован И тогда Ты выйдешь Из пустыни Дорогие мои Это тоже Через что Проходил дальше Смотрите Потом дальше Народ идет Подходит К источнику Горькой воды В пустыне Жара подходит Вода 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 Начинают пить Вода Горькая Что делать Горькая вода И вдруг Бог Смотрит На реакцию Людей И потом Моисе в вечном итоге Делает так Помолился Бог ему подсказал И горькая вода Стала какой Сладкой Слышите Среди пустыни Горькой воды Твоя Горькая вода Твоя Горькая вода Может стать Сладкой Это то Через что Проводит Бог народ Дальше Он вводит В оазис Оазис Елим Куда он ввел Израильский народ Они пришли туда И смотрят Слушай Сколько деревьев Здесь Такая красота Много воды Почитайте Это все в исходе Написано Много источников Красивые деревья Слушай Настоящий рай Настоящий Гавайи Почти Последини пустыни Классное место И такое чувство Что Мы Пришли Вот Она Он говорит Нет Еще не пришел Это только Место Отдыха Покоя Для тебя На время Потому что Ты потом Пойдешь Дальше Потом пойдешь Дальше И потом Когда они Вышли С оазиса Они идут Дальше И вдруг В Израиле Начинается Ропот Они говорят В Израиле У нас Было Помните Что там У них Было И мясо И чеснок И все Остальное Короче Израиль Начинает Вспоминать Слушай Вот было Хорошо Вот Было Тогда Хорошо А что Я здесь Делаю Сегодня Почему Я здесь Делаю Что Я здесь Делаю Я хочу Сказать Вот Вот Это Важный Момент В жизни Каждого Человека Всегда Бог Будет Испытывать Какими-то Вещами Для того Чтобы Узнать Что внутри Человека И самое Интересное Это то Что Бог Не обещал Нам Комфорт В пути Слышите Я бы хочу Сказать Желание Комфорта Очень часто Удерживает Нас От того Чтобы Идти Дальше Желание Комфорта Ну Мне Хорошо Здесь Мне Хорошо Что Я должен Идти Дальше Я пришел Меня Никто Не трогает Я Сел Спокойно Меня Он Я хочу Сказать Есть Церкви Которые Строят Свою Жизнь Вокруг Комфорта Есть Люди Которые Строят Жизнь Вокруг Комфорта Я хочу Сказать Мы Не призваны К тому Чтобы Построить Жизнь Вокруг Комфорта Мы Призваны К тому Чтобы Дойти В обитованную Землю Слышите Я вообще Путь Христианина Я хочу Сказать Путь Христианина Он Не Обязательно Он Не Должен Быть Комфортным Путем Слышите Путь Христианина Это Путь Который Бог И Следуй За мной Я хочу Сказать О том Что Первые Христиане Они Не искали Комфорта У них Не много Было Комфорта Правда Я хочу Сказать То Что Мы Сегодня Живем В Америке В В Этой Так Сказ Условиях Я хочу Сказать Мы Очень Благословен Но Если Посмотреть По всему Миру Не Многие Живут Христиане В Большом Комфорте И Сегодня Если Мы Свою Жизнь Построили Нам Должно Быть Комфорта Это Удерживает Нас Оттого Чтобы Остаться Где-то При Границе Любой Комфорт А че Я буду Выходить А че Я буду Руку Подмолять А че Я буду Богу Молиться А че Я буду Час Молиться Слышишь Вот Комфорт Что Делает И Комфорт Нас Держит Вот Вот При Границе И Дьявол Любое Сможем Уйти Слыш Мы Далеко Не Смож Уйти Как Вы Думаете Комфортно Час Молиться Комфортно Молиться Полночи Нет Комфортно Еще Что Нибудь Делать Для Бога Молиться Обслужить Кому Помогать Кому Отдавать Что От Себя Открывать Свою Что Комфортно Нет Но Мы Призваны К Я Христиане Первого Времени Они Готовы Были Умирать За Христа Они Жили Что Не Сегодня Так Завтра Меня Убьют Спросят Ты Христианин И я Должен Ответить Да И Когда Я Скажу Да Они Возьмут И Поведут Меня К Слыш Если Мы Жили В То Время Это Был Вопрос Тебе Задали Слыш Тебе Был Задали Этот Вопрос Ты Христианин Чтоб Ты Сказал Знаешь Что Если Ты Скажешь Да Тебя Поведут К Львам Я Вам Хочу Сказать Что Это Это Серьезное Посвящение Которое У каждого Из нас Должно Быть Христианство Это Не Изи Такой Путь Христианство Это Путь Посвящения На Котором Бог Обещал Свою Благодать Дать И Помощь Слыш Благодать И Помощь И Силу И Откровение И Мудрость Но Это Путь Посвящения Царствие Божье Скажите Мне Писание Говорит Чем Берется Усилием Слышите Царство Божье Обитованная Твоя Земля Она Просто Не Придет Тебе Вот Так Ты Сейчас Станешь И Все Царство Божье В Обитованной Земле Нет Царство Божье Это Усилием Когда Ты Реально Говоришь Бог Мой Я Буду Служить Тебе Я Буду Молиться Часами Я Буду Читать Часами Я Буду Служить Другим Людям Часами Я Буду Себя Унижать Я Буду Работать На Своем Характер Вот Когда Приходит Царство Божье Потому Что Царство Божье Оно Усилием Берется И Прилагающие Усилия Сможет Его Восхитить Знаете В Африку Что Они Делали Они Отправляли Миссионеров В Африку И Их Одежду Их Все То Что Им Нужно Взять С Собою Они Ложили Не В Чемоданы Самсонайт Они Ложили Знаете Во что В Гроб И Гроб Вместе С вещами Отправляли За Миссионером И Когда Миссионеры Ехали На Миссионерскую Они Знали Что За Мною Едет Мой Гроб Что Рано Или Поздно В Африке Эти Людоеды Или Тем Кому Я Буду Проповедовать То Ли Убьют То Ли Съедят То Ли Я Умру От Болезни Они Были Готовы И Многие Молодые Люди Реально Они Ехали На Миссию И Они Господи Это Делают Для Тебя Потому Что Я Знаю Награду Потому Что Я Знаю Что Жизнь На Земле Рано Или Поздно Она Закончится Слышите Повторю Рано Или Поздно Жизнь На Земле Закончится Боже Мой Чем Старше Я Становлюсь Тем Реально Я Вижу Что Рано Или Поздно Жизнь Друзья Мои Вот Заканчивается Закончится Рано Или Поздно Они Говорят Ну 5 10 20 50 Лет Раньше Или Позже Нет Большой Разницы Дорогие Мои Я бы хотел Чтобы мы Сегодня Увидели Это Я Готов Идти До Конца Я Готов Господь Посвятить Свою Жизнь Полностью До Конца До Последнего Вздоха Моей Жизни И Сегодня Это То Что Предлагает Тебе Дьявол Ты Служи Как бы Богу Возле Границы Ходи Хочешь Ходить Церковь Приди Постав Галочку Это Не Твое Предназначение Слышишь Твое Предназначение Выйти Пройти И войти В обитованную Землю Не Твое Предназначение Умереть В пустыне Не Твое Предназначение Умереть В оазисе Где-то Не Твое Предназначение Это Не Наше С вами Предназначение Наше С вами Предназначение Пройти И Войти В обитованную Землю Я Хотел Чтобы Мы Увидели Это Дорогие Мои Я Сегодня вижу молодых людей, которые готовы идти ради Бога до конца. Они готовы жить для Бога, посвятить жизнь свою для Бога. Они готовы служить Богу, отдать все себя, все свои силы, всю свою жизнь, все свое дыхание отдать Богу. Я вам хочу сказать, реально, Бог смотрит на таких людей и говорит, вот это то, с кем я готов что-то сделать, с кем я могу что-то сделать. Бог ценит таких людей по-другому. Аллилуйя, слава нашему Господу, имен. Смотрите, израильский народ идет дальше, и вдруг, когда они, ропот этот прошли, потом они попадают, Бог им дает перепела, манну дает им. Бог начинает обеспечивать их. Смотрите, момент про манну. Бог давал столько маны, чтобы достаточно было для одного дня. Слышите? Бог обеспечивает ровно столько, сколько должно быть достаточно для того, чтобы прожить. Сегодня иногда, может быть, мы кричим что-то, Господи, хочу нас собирать на завтрашний день. А Бог говорит, подожди, подожди, ты еще в пустыне пока. На один день достаточно. И потом на пару дней, потому что выходные впереди. Амин? Аллилуйя. Потом подходят они к горе, которая называется Синай. И здесь происходит еще интересное. Бог, Моисей пошел общаться с Богом, приносит эти скрижали. Народ формируется, говорит, итак, с этого дня у нас будет палатка стоять вот так. Вот здесь будет один стан, здесь второй стан, там третий стан. Палатка будет состоять из таких вещей. Это будет вот так. Прославление будет происходить вот таким образом. Здесь будут стоять музыканты, здесь будет Василий Чеховский стоять, здесь еще пару человек будут стоять. Он рассказывает им, где кто будет стоять. Бог конкретно давал ясные, понятные требования. Говорит, народ, который будет подходить на прославление, он должен садиться спереди, поближе, поближе к скине Давида. Смотрите, моя мысль происходило в формировании у горы Синай. Дальше, потом они идут в пустыню. Потом они подходят опять назад в пустыню, и они уже говорят, вон, 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 обетованная земля, пустыня Фаран. И потом они подходят к Иордану. И у Иордана там начинаются еще вещи серьезные. И там начинается что? Подготовка к входу в обетованную землю. Из чего эта подготовка начинается? С обрезания. Ммм. И чтобы войти в обетованную землю, нужно что? Обрезаться. Если язык не обрезан, нужно язык обрезать. Слышите? Если еще что-то вылетает, нужно обрезать. Если характер еще какой-то не такой, обрезать надо. Если еще плоть что-то делает, плоть надо обрезать. Вот реально обрезать. И потом, когда приготовился народ, он тогда может войти. Сегодня я хочу сказать, молодые люди, некоторых из вас держит грех. И вы не можете войти в обетованную землю. И вы не можете в дерзновении поклоняться Господу и служить Богу до тех пор, пока вы не оставите этот грех. Сегодня ты не должен заигрывать с грехом. Слышишь? Не должен заигрывать с грехом. Молодые люди, мальчики, девочки, я хочу, чтобы вы поняли, что чистота до брака это то, что Бог от вас ожидает. Чистота до брака это то, что ожидает от вас Бог. И Бог смотрит на ваши сердца. Бог смотрит на то, как вы живете в потаенной комнате. Кто что делает на компьютере. Сегодня я хочу сказать тебе, вот этот грех, он не позволит тебе войти в обетованную землю. Слышишь? Как бы ты не оправдывал свою жизнь, как бы ты не оправдывал свои гормоны, как бы ты не оправдывал свои глаза, все то, что ты видишь в порнографии, как бы ты это не оправдывал себе, это не угодно Богу. И с этим ты не сможешь войти в обетованную землю. Слышишь? Народ Божий должен быть народом святым и обрезанным. И это вот то, о чем мы говорим, усилием нужно брать. И Бог готов свою благодать дать тебе в помощь победить этот грех. Бог готов дать. Но твое посвящение, твое решение, Господь, готов идти до конца. Готов! Я хочу, чтобы крик души твоей был. Господи, я готов идти до конца. Аминь. Поэтому пусть Бог благословит сегодня нас. Это то, к чему призывает нас Господь. Потом этот народ, он видит уже обетованная земля. Они вошли в обетованную землю, и там еще враги. Враги, которых нужно побеждать. Дорогие мои, это еще целый путь. Наш путь христианина, это путь битв и побед. Битв и побед. Когда не чистый народ, они проигрывали. Когда возвращались к Богу, Бог давал им силу. Иногда он им говорил, а теперь молча ходи семь дней. Господи, семь дней молча. Да, закрой рот и слушай внимательно пастора, что говорит пастор. И потом иди и делай то, что тебе нужно делать. Почему? Потому что есть вещи, когда ты должен просто принять, внутри себя принять, посвятить жизнь свою и идти. И Бог тогда будет делать вещи. Иерихонские стены будут падать. Народ просто будет бежать от тебя, потому что с тобою будет Бог. Аминь. И ведь вот этот момент, я вам хочу сказать, дорогие мои, это тот путь, через который Господь сегодня ведет каждого из нас. Путь от Египта до Битовы на земле. Этот путь, вот эти все стадии, не обязательно это будет все легко. Это будет сложно иногда. Но я хочу вдохновить всех нас в том, чтобы мы не сдавались. Слышите? Чтобы мы не сдавались. Этот мир, он полон людьми, которые просто сдаются перед первой трудностью. Ой, тяжело. Ой, не хочу. Ой, устал. Ой, не пойду на молитвенную службу. Ой, не хочу идти в церковь. Ой, мне... Ты сегодня призван не сдаваться. Ты призван к тому, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Аминь? Сегодня это то, к чему призывает наш Господь. Дорогие мои, я бы хотел, чтобы все мы увидели этот момент. Я призван к тому, чтобы побеждать, не сдаваться. Твое призвание не тот человек, который сдается. В мире очень много людей, которые сдаются. Тебе не нужно пополнять их ряды. Тебе нужно пополнять ряды людей, которые идут до конца, которые не сдаются, которые говорят, Господь, я буду служить Тебе, помоги мне. Которые будут бороться за то, что Бог пообещал судьбе каждого из нас. Поэтому наше с вами призвание сфокусироваться на Боге, выключить все то, что мешает нам. Телевизоры, компьютеры, PlayStation, сфокусируйся на Боге. Дорогие мои, сфокусируйтесь, вы просто увидите, когда вы войдете в обитованную землю, тогда жизнь будет совершенно другой. Сегодня некоторые говорят, я вышел с земли Египта, а почему у меня нету молока и меда? Потому что молоко и мед течет только в обитованной земле. Ну так мне обещали, когда я оставлю грех. Да, ты оставил грех, царство тьмы, но тебе нужно дойти до обитованной земли. А путь этот, это путь сложный. Но с Божьей помощью мы сможем это сделать. Амин? Мы готовы не сдаваться. Амин? Итак, следующий пункт моей проповеди. Следующий пункт моей проповеди это горящий куст. Время мало. Смотрите, какая интересная мысль. Моисей пас овец у Ефора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Обратите внимание, куда повел Моисей. Он повел стадо, скажите слово вместе со мной, далеко. Он повел далеко в пустыню. Повел. И явился ему ангел в памяти огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на себе великое явление, от чего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Дорогие мои, хорошая здесь мысль, прям Господь проговорил ко мне, я однажды говорил, Господи, почему у меня сейчас нет свежих откровений, почему, Господи, у меня нет, и Господь говорит, когда ты последний раз далеко заходил? Господи, так я молюсь тебе последний, ну подожди, ты молишься, ты молишься, когда ты далеко заходил, далеко заходил, Господи, так вот я ж молюсь, да, но смотри, что происходит во время твоей молитвы, кто-то позвонил, ты отвлекся, собака загавкала где-то там, ты отвлекся, правильно, сосед уехал, машина зарычала, да, уехал, кто-то, дети проснулись, и ты не заходишь далеко, реально, не заходишь, реально, я заметил, когда я захожу с Богом далеко, вот там тут Бог начинает говорить, там я начинаю видеть эти терновые кунцы, кусты, которые начинают гореть, там я вижу, Господь начинает говорить со мной, когда я захожу далеко, и Моисей, он пошел дальше обычного, слышишь, он пошел дальше, обычного, и потом он что-то увидел и услышал, смотрите мысль, если бы Моисей не повел овец дальше, чем обычно, встретил бы он там терновый куст горящий, нет, так вот смотри сюда, если бы Моисей не пошел дальше, чем обычно, он бы на всю жизнь остался пастухом, если бы Моисей не пошел дальше, чем обычно, он бы всю жизнь был этим пустынным бедуином, если бы Моисей не пошел дальше, чем обычно, вот то откровение, которое было в нем с детства, он бы его не реализовал, слышите, он бы не реализовал, потому что есть откровение, есть сил, ты видишь что-то, но ты не можешь это исполнить, почему, потому что нет последнего горящего куста, в котором тебе Бог говорит, да, вот то, что ты чувствовал, пришло время, ты чувствуешь, ты чувствуешь что-то, правда, в своей жизни, ты чувствуешь, что Бог тебя готовил к чему-то, ты даже пытался убивать египтян, ты пытался, думаю, вы сейчас поверят, Бог говорит, подожди, терновый куст, еще не пришел, ты еще не зашел далеко, тебе нужно зайти дальше, дальше, и ты потом услышишь, вот он, Бог теперь говорит, а вот, теперь снимай обувь твою, это место святое, место знаешь, какое святое, там, где ты стоишь, в присутствии Господнего, то место, где ты стоишь, в присутствии Господнего, оно свято, там, где Бог говорит с тобой, там свято, и тогда Господь говорит, а вот теперь, Моисей, пришло твое время, пришло твое время, дорогие мои, я хотел бы, чтобы каждый из нас услышал, то, что ты чувствуешь внутри себя, каждый из нас что-то чувствует, это правильное откровение, это то предназначение, которое Бог вложил в тебе, прежде твоего создания, и Он говорил, видели тебя, очи мои, когда ты был еще в утробе матери, я видел тебя, и я у тебя приготовил уже пророком для народов, и я дал тебе слово, но, куст, ты сможешь увидеть, ощутить, и получить последнее посланничество, только, тогда, когда ты зайдешь дальше, чем обычно, дорогие мои, мы все верим в то, что молиться надо, правда? Кто из вас верит в это? И что читать Библию надо, правда? Все верят в это, правда? Все ж верят, все верят. А почему же мы этого не делаем? Почему мы ходим вокруг территории Египта? Все мы верим в то, что во время поклонения, во время молитвенных служений Бог что-то делает с нами? Вы верите в это? Кто из вас верит в это? Что во время молитвенных служений, во время поклонений, Бог что-то делает? Правда? А почему нас так мало на молитвенных служениях? знаете почему потому что это компромисс который предлагает мне и тебе дьявол будь рядышком возле меня не уходи далеко не уходи и потом мы вдруг видим дети плохие муж плохой и потом мы видим грех к нам липнет почему потому что недалеко дьявол своей лапой раз и там и семья трещит по швам почему потому что номинальное христианство потому что христианство которое не идет далеко которая не берет крест и не следует вот почему дорогие мои я хочу чтобы каждый из нас сегодня сказал я буду служить богу я буду идти нам нужен реальный дух святой дорогие мои нам нужен реальный дух святой дорогие мои нам нужно вернуться к дню пятидесятницы нам нужно стать настоящими пятидесятниками нам нужно стать чтобы дух святой наполнял что мы могли жить им чтобы ты мог побеждать чтобы ты мог двигаться в дарах святого духа чтобы ты мог жить полноценной жизнью с богом нам нужен дух Святой. Слышишь, мы не найдем другого удовлетворения. Пустыня нам не принесет удовлетворения. Пустыня нам не принесет удовлетворения. Нам принесет удовлетворение только близкие отношения с нашим Творцом. Творец, который сотворил меня. Это самое приятное переживание, когда я с Ним соединяюсь. И там происходит все, что нужно мне для жизни на земле. Поэтому, дорогие мои, я верю в то, что ты и я, мы призваны идти до конца. И я верю в то, что загорится куст в твоей жизни, когда ты пойдешь дальше, чем обычно. Твое предназначение не пойти на компромисс с дьяволом, а уйти далеко от него. Аминь. Давайте склоним наши головы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»